Глубоко уважаемые коллеги, в настоящее время рак органов полутирта занял лидирующие позиции среди всех опухолей головы и шеи. В то же время 70-80% поступающих больных на операцию, они имеют уже практически третий-четвертый процесс, относятся к категории сложных. Если же опухоль такая распространенная, и непонятно бывает, откуда пошел ваш первичный процесс, если захвачена ротоглотка, то принято говорить о такой патологии – орофарингеальная зона. А если там опухоль – орофарингеальный рак. В документах пишется «глотка полутирта», но в жизни, в словах, на дискуссиях, в печати пишется «оррофарингеальный рак», и посвящено этому очень много работ. Лечение данной категории больных очень сложное. Это объясняется в первую очередь топографо-анатомическими особенностями, которые затрудняют проведение лучевой терапии и большая сложность для лучевого терапевта. Но еще большей сложности падают на хирурга, потому что там проходит внутренняя сонная артерия, я имею в виду, например, четвертая стадия, травма которой чревата летальным исходом. Может быть, поэтому до 1910 года в алгоритме диагностических и лечебных мероприятий, которые были выпущены и на которые мы ориентировались, в разделе «рак ротоглотки» только существовала рак лучевая терапия и химиотерапия. Операции там не было, хирургии не было. И только после 1910 года, слава богу, появилась графа «операция». Аналогичная ситуация по распространенности процесса существует и у нас в Ростовской области. Учитывая всю такую ситуацию, мы решили в отделении опухоли головышей Ростовского онкологического института, что главной локализацией, главной темой, которой мы будем заниматься, это будет рак органов полусерта и ротоглотки. Тем более, что в 89-95 годах рак полусерта и глотки в Ростовской области в среднем превысил по России. По России было 72, на 100 тысяч населения в Ростовской области 7,9. Поэтому наша область вошла в первую десятку среди всех регионов Российской Федерации по данной патологии. Это, еще раз я повторяюсь, легло в основу того, что мы стали заниматься именно данной патологией. Тематика была утверждена у нас на ученом совете, и мы стали проводить исследования. Эти исследования охватывают более чем 25-летний период. Некоторые из них вы знаете, потому что они периодически докладывались на наших прошлых встречах, когда проводились данные исследования. В 90-х годах очень был распространен метод гипертермии, о котором здесь говорил один из наших докладчиков. В чем смысл, основа этого эффекта гипертермии? Дело в том, что под воздействием тепла обхолевая клетка повышает толерантность к лучевой терапии и к химиотерапии. Я не буду вдаваться в подробности, если будут необходимы какие-то пояснения, я в конце отвечу. Вот мы стали использовать. Мы катаризировали язычную артерию, распространенный орофарингеальный рак, и на фоне проведения СВЧ-гипертермии, и на фоне проведения СВЧ-гипертермии, мы проводили в течение 30 минут, создавали гипертермию до температуры 42 градусов, проводили химиотерапию в региональную артерию, артерии лингвалис. Это что такое? Исследования были проведены на 90 больных. Мы в основной группе, да, больных были разделены на две группы. В основной группе, которая получала вот эту термохимиотерапию, были у нас лучшие результаты. Полная регрессия была в 20%, частично в 60%. Гораздо хуже. При традиционной химиотерапии 5,44%. И средняя продолжительность жизни в основной группе в два раза превышала контрольную. В следующих наших исследованиях мы решили усилить эффект гипотермии. Так называемые мы разработали методику модифицированного пролонгирования противоопухолевого эффекта термохимиотерапии. Была разработана схема и методика, которая заключалась в том, что сама опухоль обрались больные, исчерпавших возможности лучевую и химиотерапию, и были нерезиктабельными. Сама опухоль обкалывалась химиопрепаратом, в частности, аукилирующим метатриксатом. Отступя от нее на пол на один сантиметр, проводилась база констрикции с помощью окситоцина. Основную группу у нас составило 55 человек, контрольная 60, которые получали обыкновенную химиотерапию. И вот в 38% больные были переведены в резиктабельное состояние и портоп прооперировали с неплохими результатами впоследствии. Мы занимались не только гипертермией, но и криодеструкцией. В 90-х годах большое распространение получил медкриодеструкции. Здесь Устынский ушел у нас, товарищ Илюша. Илья. А вот, извиняюсь, извиняюсь, ты здесь сидел. Все, да. Ну, он ученик Александра Ильича, криодеструкции буквально рододанчальником. У нас был Шанталь Виктор Валентинович вместе с Птухой Тамарой Петровной. И из Польши был у нас доктор Шмурло. Но это были прошлые времена. Но было показано, что криодеструкция хорошо себя реализует, если опухоли поверхностные и не очень большие. А мы решили усилить эффект криодеструкции за счет гипертермии. Почему? Да потому что эффект криодеструкции зависит от того, сколько льда. Лед разрушает опухоль. Существует замораживание, криодеструкция и крионекроз. Так вот, нам надо добиться крионекроза. Чем больше жидкости, тем больше льда. Чем больше льда, тем больше возможностей, что мы опухоль разрушим. Данный больной с орофарингальным раком вначале получил сеанс гипертермии, СВЧ-диапазона, а затем мы ему стали проводить криодеструкции. Результаты были неплохие. Свои исследования мы публиковали, выступали на форумах различного уровня. Ее переняли другие. Мы даже с удовлетворением читаем зарубежную литературу, где идет ссылка. Все методы, которые я вам сейчас рассказываю, они имеют патент. И читаем литературу, где есть ссылка на наши исследования, на наш институт, на фамилии авторов. В нашем институте большое внимание стали уделять химиотерапии, которая введена эндолимфатическим путем. Буквально во всех отделениях стали использовать ее. В чем смысл? Было доказано вначале в эксперименте, а потом в клинике. Если мы тренируем грудной проток, выделяем лимфу, если мы в этой лимфе растворим химиопрепарат, то токсические свойства химиотерапии значительно сокращаются. То есть это позволяло нам увеличить дозу химиопрепаратов. Мы решили применить ее как раз при орофарингеальном раках. И вот было 45 больных. В 90% случаев у нас была получена полная или частичная регрессия. Больные были до этого нерезиктабельные. И они были прооперированы. Если мы проводим операцию не менее чем гемиклосэктомию, даже если она и больше, если мы убираем все содержимое на полость рта, то порой операция осложняется кровотечениями, профузными кровотечениями, которые заканчиваются порой летальным исходом. Перевязка наружной сонной артерии, перевязка язычной сонной артерии не приносит результат. В этих случаях мы что делаем? Стали заниматься это не от хорошей жизни, просто была экстренная ситуация. Мы прошиваем спинку языка, где проходит продольная мышца к выделенной мускулизди гастрикусу, в основном к заднему брюшку. Дело в том, что между ними находится подъязычно-язычная мышца. Вот так располагаются волокна. И когда мы начинаем прошивать, проводим прошивание, то лигатура прорезается между ними. А то два параллельно идут мышечных, два волокна, шивается, получается надежный гемостаз без всякого кровотечения. Ну, вы спросите, а как же тогда эффект реабилитационный? А потом, вначале тоже больной не может ни говорить, ни глотать, но через два месяца, особенно через три месяца, все восстанавливается. Мышцы растягиваются. Не очень хорошо, но возвращается и речь, и глотание. Широко используем кожную пластику. У нас очень много вариантов, ее мы проводили, но в конце потом немножко мы поумерили свой пыл. Дело в том, что мы убедились, что не всегда кожная пластика приносит положительный результат. Дело в том, что сама кожа начинает нагнаиваться, и не надо, и мешает она заживлению. Надо делать кожную пластику, но надо тогда, когда надо. В каждом конкретном случае надо подходить индивидуально. Вот больной, у него субтотальная резекция языка, осталось только частично тело, а нет, больной перед операцией, извиняюсь, осталось только частично тело, дно полосерта и практически весь язык убранный. Мы ему не делали кожную пластику. У него просто аккуратно подошли к пластику местными тканями и пластика слизистой местной. И у нас произошла самоэпитализация. Опять возвращаемся. Да, я извиняюсь. Очень сложный аппарат. Если у нас имеется опухолевый процесс, который поражает язык и дно полосерта, распространенный, заходит на заднее отдело дно полосерта и самого языка, и можно прооперировать его эндоорально, мы используем кожную мышечную пластику. Мы выделяем кивательную мышцу, берем, как правило, латеральную ножку, внутреннюю оставляем, которая закрывает сосудистый нервный пучок. На ней оставляем кожную лоскут, воскулиризированный, следим за этим. А потом оставляем свободный конец кивательной мышцы, потом мы его складываем, получаем дупликатуру, чтобы увеличило массу вот этого объема тканей, который мы потом через почелюстной разрез подводим культе здоровой и подшиваем. Приживается и восстанавливается у нас акт глотания и речь. Вот больной. Поражены две трети языка, которому была проведена такая операция, а справа через несколько месяцев, два-три месяца после операции. Мы видим даже демаркационную линию вот этого кожного лоскута, который мы использовали. Но, как было сказано выше, наибольшие сложности у всех у нас вызывает именно распространенный раковый процесс, захватывающий как полость рта, так и ротоглотку одновременно. В этих случаях эндоральным способом практически невозможно подойти. От почелюстного доступа мы, некоторые вот увлекаются, мы не стали его использовать. Мы решили использовать манибулотомию, о которой неоднократно докладывалось. Но мы отказались от серединового вертикального рассечения нижней челюсти, потому что два фрагмента челюсти, как бы мы ни укрепляли, они будут скользить друг перед другом, при малейшем неправильном надкусывании сухарик или чего-то, и наступает у нас расхождение до осью некроза. А мы использовали модифицированную методику, Г-образную, можно сказать, ее клюшко-образную, но при этом сразу же у нас сокращается движение этих фрагментов, верхний фрагмент мешает двигаться вверх нижнему, а нижний затрудняет верхнему. Было прооперировано по данной методике, мы серьезно подошли в этом случае к данным исследованиям, было прооперировано 30 больных, они были разделены на две группы, основную, которая была прооперирована с мандибулатомией по нашей модифицированной методике, и контрольная, которая оперировалась эндоральным традиционным способом. Вот показан на левом верхнем слайде сам пациент, разрез, показывающий оттепоровку кожи подбородочной области для проведения в последующем мандибулатомии. В левом нижнем углу рассечены фрагменты челюсти, язык, поражена вся правая половина с переходом на левую, а это удаленный фрагмент, удаленная опухоль. И у нас получилось, что без событий двухлетней выживаемости в группе, которая прооперирована по предлагаемой методике, составляла 43%, контрольная 25%. Но потом мы столкнулись с другими сложностями, учитывая то, что у больного нарушен агдоглотание, вот мы сами не замечаем, сколько раз мы глотаем. А мы глотаем в среднем в минуту, минуту-два раза, мы даже этого не замечаем. А попробуем мы хотя бы пять минут не глотать, и у нас полный рот будет слюны. А у этих больных нарушен агдоглотание, слюна скапливается, депонируется, нагнаивается, и гной проникает в фрагменты соединенной челюсти, наступает остеонекроз. Поэтому мы решили сформировать превентивную оростому для того, чтобы наступал самотек. Но где ее формировать, оростому? Ведь ротовая жидкость, как она, как любая жидкость, она всегда скапливается в самом глубоком месте. Наши исследования, даже с использованием трупного материала, показали, что именно на пересечении подъязычно-подбородочной мели и подъязычно-челюстной гений находится место самое глубокое в полусерта. Там мы решили делать, формировать оростому. Вот показан справа пациент, которым мы сформировали оростому. Но затем мы столкнулись с другой неприятностью, будем говорить. если у нас исчезла вообще проблема нагноения в полусерта, исчезла проблема, то у нас у некоторых больных стали нагнаиваться края у выхода оростомы, потому что там застаивалась ротовая жидкость. Мы решили видоизменить тогда проведение оростомы. В самом начале операции мы формировали уже четырехугольный по цифре 2 четырехугольный кожный лоскут ширина 25-30 и высота 20-25 миллиметров. Потом начинали делать операцию. И если мы делали манибулатомию, то пластику оростомы мы делали до остеосинтеза. А если бы без манибулатомии, то можно было даже в процессе операции делать. Но мы изменили лоскут. Вот видите, сам лоскут, четырехугольный лоскут, мы рассекли его вертикально вниз до основания, а потом вновь сшили так, чтобы кожная поверхность соприкасалась с кожной поверхностью. То есть мы создали желобок. И края его подшили коростоми. И у нас исчезла эта проблема. Живкость как по канавке вытекала. больной у нас сухая полость рта и у нас нет нагноения, идет первичное натяжение на коже. Больной более серьезной операцией, удалены две трети языка, половина корня языка из шейной лимфодисекции. Надо сказать, что у этих больных с оростомы примерно через два-три месяца, когда уже наступила эпитализация, но мы выжидаем четыре месяца, не меньше четырех месяцев. Даже следим за состоянием оростомы, нет ли там продолженного роста, и санируем через нее, и эндоскоп легче туда провести. Больные сами тампонируют эту полость свою оростомы, закрываясь лейкопластырем под цвет кожи, и могут выходить в жизнь, как говорится, на социальную и личную жизнь. Это уже практически сильно не влияет. Заключение. За последние 10 лет отмечается прирост заболеваемости больных, это всех нас касается, больных раком полости рта и глотки, это прирост, составил 48,8%. Это самый высокий процент прироста среди всех патологии, онкопатологии человека, молочные железа, легкие и так далее. Самый высокий прирост. Поэтому это диктует нам, что мы не зря собрались, и нам необходимо проводить дальнейшие исследования и совершенствования по лечению больных с распространенным рецидивом раком органов полости рта. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Павел Большое спасибо за великолепный доклад. Мы эти слайды видим уже много лет, знаем их хорошо. Спасибо, великолепные результаты. Скажите, пожалуйста, сейчас вы продолжаете объединять полость рта и ротоглотку, орофарингеальная зона. Если вы помните, даже эти споры шли, даже в Санкт-Петербурге была конференция выездная, там Москва были. То есть мы там ставили вопрос, что западный термин орофарингеалзон и орофарингс. Это принципиально разные вещи. Рак полости рта и ротоглотки. Слизистая одна третья послизистая хвостила еще и прочее. И ротоглотка, лимфопиталиальное кольцо. То есть это абсолютно разные зоны. В чем вопрос? Вопрос в чем? Продолжается объединяться ротоглоткой и полости рта. Орофарингеальная зона. Вы мне этот вопрос задавали на прошлой нашей встрече. Вы так не ответили. Я вам ответил. Просто вы с красивой женщиной сидели и на меня не обратили. Значит красивая женщина больше увлекла. И второй вопрос может быть тоже задавал. Я вам ответил не ответил. Сейчас и второй вопрос тоже может быть я задавал отвлекся на красивую женщину. Процент вот просто вот мы как-то не сторонники я не говорю что это неправильно. То есть мы не сторонники. То есть процент остеомелитов остеонекрузов при мадибулатомии. По вашему опыту по опыту делаем процент остеомелитов. До того как мы стали формировать оростомы у нас примерно процентов 30 было нагноение. Мы не боялись потом это заканчивалось и в конечном итоге просто большой мозоли остеомелитов. Ну нагноение там остеомелит кости возник. Но нам не потребовалось там скажем раскрывать или там что-то вычищать. Просто усилие не просто больше внимания и хорошую санацию делали. И потом в конечном итоге они заживали правда большим таким такой мозоли остеом мозоли в конечном итоге. Но это было длительное время и потом сами больные ели очень аккуратно. Прямо говоря если ты кушаешь ты сразу два продукта клади слева и справа чтобы сохранить пока она приживется. Я вам ответил? Пожалуйста еще. Ирак что молчит? О! Что молчите? Будете делать мандибулы томиния? Делайте да. Ну ладно. Тогда все да? Все спасибо. Спасибо.